Добрый вечер! Это новости седьмого канала в студии Горги Аргян и коротко о главных событиях дня. Ручная кладь или отдельный пассажир? 44 сантиметра собака в длину. От грудины до конца. Но если еще прибавить, вот сюда вот завернуть, то 45. Меньше чем? Меньше, чем ручная кладь, да, меньше, чем сумка. Красноярке пришлось переплатить за поездку в автобусе с собакой. Общественный транспорт Красноярска проверили экологи. На каких маршрутах больше всего нарушений? Красноярский видеооператор стал пилотом гражданской авиации. Когда ты идешь на рейс, ты не говоришь, что идешь на работу. Ты говоришь, идешь на вылет, идешь на рейс. Почему он решил так кардинально изменить свою жизнь и не жалеет ли он об этом? Сходить в кино, забежать в гору или посмотреть на соревнования парусных яхт. О самых интересных событиях выходных в рубрике Афиша. Дорога не общего пользования. Построенную к универсиаде объездную закрыли и ждут, когда ее купит администрация. Отрезок пути от кластера «Радуга», который ведет к сопке, построили на месте, где проходили соревнования по лыжному спорту. Еще недавно дорогу использовали местные дачники для проезда к участкам. Сейчас же собственник, компания «Сибиряк», поставила бетонные блоки и забор прямо на пути к объездной. Дачникам приходится снова пользоваться старой проселочной дорогой. В «Сибиряке», говорят, это частная собственность, и ей уделиться со всеми не обязаны. Чтобы проезд открыли, дорогу нужно выкупить. Это две независимые дороги. Это наша дорога, которая является нашей собственностью. В настоящее время решается вопрос о передаче, о продаже этой дороги. Либо это будет оформлено через администрацию края и передано в Сибирский федеральный университет. Либо пока она остается нашей собственностью. В краевой администрации говорят, что вопрос покупки дороги пока на стадии обсуждения, как минимум до осени. Добавлю, объездная – это кратчайший путь из Ветлужанки в Академгородок и СФУ. В Свердловском районе открыли детский сад с опозданием на 4 года. Его должны были сдать еще в 2015-м, однако, по словам мэрии, недобросовестный подрядчик постоянно срывал сроки. Через полгода мэрия расторгла контракт, в том числе из-за некачественно выполненных работ. Тогда организация подала в суд, как итог, осталась должна 12 миллионов рублей. Новому подрядчику тоже потребовалось время для составления смет и проекта учреждения, но эта компания выполнила работы в срок. Контракт был у нас с учетом падения порядка 22 миллионов рублей. На эти деньги, собственно, подрядчик выигравший начал работы проводить. В январе этого года был заключен контракт и, соответственно, сроком исполнения до 1 июля. На сегодня, к 1 июля, все работы были проведены, но велась приемка работы, устранение каких-то мелких замечаний и так далее. Уже в сентябре в детский сад примет больше 200 воспитанников, сейчас набирают персонал. В здании проводят генеральную уборку и расставляют мебель. В комнаты завезли игрушки, посуду и спортинвентарь. Учреждение сотрудничает с Центром дополнительного образования. Помимо стандартной учебной программы, здесь откроют футбольную секцию, организуют занятия по хореографии, шашкам и английскому языку. В здании будет даже собственная естественно-научная лаборатория. Планируется, что посещать учреждение во второй половине дня смогут воспитанники других дошкольных учреждений, и те, чья очередь в этот детский сад еще не подошла. Мы будем изучать это насекомых, это будем изучать растения, и будем смотреть, как говорится, на звезды в небо, в космос, изучать космос. Плюс еще мы заказали метеостанцию. Будем с ребятишками, то есть знакомиться с погодными явлениями. В Красноярском аэропорту реконструируют рулежную дорожку на федеральные деньги. Правительство России выделяет 600 миллионов из резервного фонда. Строительство могут начать уже в этом году. Реконструкция рулежной дорожки позволит повысить пропускную способность аэропорта. О других новостях в двух словах расскажем далее. На Вантовом мосту частично ограничат движение пешеходов. Ограждение появится вокруг автовышки. Она нужна для профилактических работ с медиасистемой. Специалисты ремонтируют оборудование для светового шоу. Работы завершат в августе. Автобусы на А-65 и А-8 маршрутах больше других загрязняют красноярский воздух. К такому выводу пришли специалисты Минэкологии, ГИБДД и прокуратуры. Они проверили больше 20 машин на 6 маршрутах. Пробы выхлопных газов брали у транспорта на дизельном двигателе. Материалы проверки направили в прокуратуру. Нарушители ждут штрафы. Водитель Мазды остановилась посреди Октябрьского моста, чтобы спасти котенка. Как он оказался на оживленной дороге, непонятно. Храброй девушке понадобилось меньше минуты, чтобы забрать животное с собой. Красноярский видеооператор неожиданно изменил свою жизнь и ушел в авиацию. Меньше года назад он получил удостоверение пилота и сегодня летает по всему миру. Что мотивировало Сибиряка поменять стабильность на романтику, узнал Денис Денисов. В детстве у меня папа летал на таком, и дедушка тоже летал, поэтому я в такой кабине сидел. В кабине самолета Як-40 Евгений Покинсоха сразу вспоминает детство в авиационной семье. Правда, сегодня, став уже профессиональным пилотом гражданской авиации, Столь классическая модель самолета, понятнее ему, мало становится. Сейчас он пилотирует Боинг 737. Наверное, сейчас посадить пилота, начавшего летать с современной техники, в такой самолет, или Ту-154, который все равно, что дать человеку, и знающему несколько песен на гитаре, дать ему скрипку. Это примерно такая разница. Своё летное удостоверение Евгений получил всего лишь год назад. Начал учиться он аж в 28 лет. Поначалу чувствовал себя неловко, но быстро понял, что для России его случай совсем не уникальный. Со мной учились мои бывшие рекламщики, экономисты, бортинженеры, финансовый директор учился один, кто еще, специалисты по информационной безопасности, люди бывшие в науке. И они все стали пилотами? Все, да. У нашей группы 100% успех. Все устроили, все летали. Непростым периодом для российской авиации были 90-е годы. Опытные пилоты быстро теряли работу, а молодые люди предпочитали не поступать в летные учебные заведения, а заниматься несколько другими вещами. И вот сегодня мы наиболее остро чувствуем этот демографический провал. Так что сейчас молодые пилоты долго без работы не сидят. У Евгения уже есть высшее образование по другой специальности. Работал он оператором в серьезной студии, открытой вместе с друзьями. Это было начало 2010-х. Дефицита денег и работы в отрасли тогда не было. Обычно из медиасферы редко уходят на совсем. Но тогда решение было хоть и спонтанным, но бесповоротным. Было здорово. Было здорово и от команды, и от самой творческой атмосферы. Как вы много сейчас помните, есть хорошего. Конечно, всегда были какие-то нюансы, связанные с своими отношениями с клиентами, какие-то там провальные проекты. Ну, это творческая, собственно, стезя от этого никуда не уйдет. Я в интернете увидел ролик одного бразильского пилота, который снимает видео своих заходов, посадок. И было наложено очень классную музыку. Меня прямо трогнуло, я понял, все, больше тянуть некуда. Учеба была сложной, но полезной. Бесчисленные часы практики и теории. Плюс пять лет работы в наземной службе аэропорта. Потом очень долгое и серьезное собеседование и экзамен по английскому. И когда казалось, что уже полностью готов, эмоции все равно заработали. То, что мандраж – это бессонные ночи, это нервы постоянные. Вот, созвон с родителями, которые тебя убеждают, что ты можешь, все нормально, ты справишься. Ты просто, не знаю, сложно передать словами. Смелости Евгения можно позавидовать. Не каждый риснет в эпоху так называемой стабильности. Резко менять жизненные приоритеты, руководствуясь просто идеей и внезапно появившейся мечтой. Финансовое положение улучшилось или осталось прежним? Ну, нет, улучшилось, конечно. Конечно. Вот. Ну, это вопрос, на самом деле, третий. Когда ты идешь на рейс, ты не говоришь, что ты идешь на работу. Ты, говорю, идешь на вылет, идешь на рейс. И вот эта составляющая какая-то, видимо, романтическая, не знаю, вот, она все-таки немножко затмевает разум, и финансово просто не отпадает. Денис Денисов, Дмитрий Комаров, Седьмой канал. Если у вас есть новости, пишите на вайбер и ватсап седьмого канала, номер 8-391-29333. Мы постараемся помочь. Ну, а через 2 минуты и 50 секунд о том, в каком из районов Красноярска и когда отключат горячую воду. Это студия новостей седьмого канала, откуда каждый будний день в 19.00 мы выходим в эфир. Что бы ни случилось, даже если, не знаю, сверху упадет автомобиль, даже если начнется мощное землетрясение. Мы будем здесь и расскажем вам о самых интересных и важных для вас событиях с помощью самых передовых телевизионных технологий. Увидимся в 19.00. До встречи на седьмом канале. Провести собаку по детскому билету предложили Красноярке на Минусинском автовокзале. Женщина уже не впервые берет с собой французского бульдога и ни разу не встречала таких требований. Как все-таки нужно перевозить животных в автобусе и вернуть ли ей деньги, выясняла Елизавета Мерзлякова. 44 сантиметра собака в длину. Вот, от грудины до конца. Но если еще прибавить, вот сюда вот завернуть, то 45. Меньше чем? Меньше чем ручная кладь, да, меньше чем сумка. Теперь французского бульдога по кличке Барчик приходится мерить по линейке, хотя и так видно, что пес меньше 120 сантиметров. Однако водители, сотрудник Минусинского автовокзала посчитали иначе. Собака не проходит по габаритам ручной клади. Хозяйку заставили купить для животного детский билет. Хотя на руках у нее уже был багажный. Пришлось потратить еще 670 рублей. Мне вот любезно предложили собаку оставить на перроне. Если не дай бог, вот представляете, на работу еще что-то, ребенок, пожилой человек, который растеряется в данной ситуации, собака просто окажется брошенной в чужом городе. До сих пор мы ездили, я много вожу собак, и это у меня не первая собака. Мы все время ездили по багажному билету, вопросов никаких не возникало. По телефону в Минусинском вокзале нам ответили, что собака на вид была больше 10 килограммов, а специальной переноски у хозяйки не было. А значит, цитата, животное больше по размерам и в нее просто не входит. Из-за чего сотрудники и решили, что багажного билета недостаточно. В Минтрансе объяснили, женщина в любом случае должна была взять переноску для собаки. Именно отсутствие сумки для животного и смутило работников вокзала. Правда, по правилам, оплатив проезд по детскому билету, собаки должны предоставить отдельное место в автобусе. А барчик все равно ехал в ногах у хозяйки. Если это была бы клетка, которая с твердым дном, которая не просыпалась и не протекает из нее ничего, то она могла ее поставить на рядом селящее место. Если собака была с поводком и с наморником, то она должна была ее прикрепить к рядом стоящему так же креслу, чтобы не мешало ни в проходе автобуса, ни к аварийному выходу. В министерстве говорят, автовокзалы могут менять правила, но не в сторону ужесточения. То есть провести барчика можно было и бесплатно, если бы попался более снисходительный водитель. Доказать свою правоту можно, обратившись в Минтранс. В течение месяца в ситуации разберутся, но в любом случае вернут только часть суммы. Если у вас маленькая собака, обязательно возьмите с собой в поездку специальную переноску или клетку. В этом случае животное поедет бесплатно. Если у вас с собой уже есть большая сумка с вещами, то и за собаку придется заплатить багажный билет. Ну а если у вас животное крупное, больше 120 сантиметров, тоже придется приобрести багажный билет. Но обязательно берите на последние места. Елизавета Мерзлякова, Станислав Смирнов, Седьмой канал. Жители Солнечного на неделю останутся без горячей воды. С 22 и до 29 июля краском проверят на прочность тепловые сети и трубопровод. Для этого временно остановят местную котельную. Коммунальщики отметили гидравлические испытания – самый эффективный способ проверки сетей. Метод позволяет гарантированно выявлять аварийные участки. Также краском дополнительно установят несколько объектов теплоэнергетики. Они позволят застройщикам продолжить строительство жилых домов и социальных учреждений в Солнечном. Мусор с Енисейского рынка могут вываливать в городе или окрестностях. Сегодня инспекторы Минэкологии совместно с представителями регоператора приехали туда с проверкой. По словам специалистов, местные предприниматели только на днях заключили договор на вывоз отходов. Однако до сих пор этим занимается незарегистрированное частное лицо. Представители регоператора рассказали, с незаконным вывозом мусора борются давно и по всему городу. Потому что отбросы участники сваливают не на полигон, а в запрещенные для этого места. В базе регионального оператора у нас отсутствует тот автомобиль, который был зарегистрирован. Соответственно, поднимается сразу вопрос, куда данный автомобиль перевозят. Собраны твердые коммунальные отходы, где осуществляется их складирование, захоронение. Сказать никто не может, может это в ближайшем лесу, возле города, может еще где. Однако нарушитель в итоге в руки к инспекторам не попал, он уехал через другой выход. Его удалось только сфотографировать. Тем не менее, в Минэкологии уверяют, что не прекратят рейды и будут дальше искать тех, кто незаконно занимается вывозом мусора. Предусмотрен административный штраф. Также для юридических лиц предусмотрена административная приостановка деятельности. Кроме всего этого, еще нами применяются меры по изъятию орудия правонарушения. То есть мы займаем транспортные средства. Дожди задержатся в Красноярске до середины следующей недели. По предварительному прогнозу синоптиков, завтра будет облачно. С прояснениями, временами осадки, днем воздух не прогреется выше 19 градусов. Воскресенье также пасмурно, только чуть теплее, до плюс 21. С понедельника температура начнет повышаться, но каждый день, кроме вторника, ожидаются кратковременные дожди. Конец июля синоптики обещают жарким, но с грозами. Ну а через минуту о самых интересных событиях выходных. А теперь о том, чем заняться в выходные, которые могут быть дождливыми. Смотрите нашу афишу и узнаете про нового короля льва, ночные забеги по покровке и зрелищные соревнования парусных яхт. Самое интересное событие собрала Регина Баймухаметова. Жизнь несправедлива. Не так ли, дружок? Опять придется плакать. Пишутить еще детство пришлось на 90-е. Настало время вспомнить Шрама, Симбу и Муфасу. В кинотеатрах премьера новой версии короля льва. Классику мировой анимации пересняли с современными визуальными эффектами. Сюжет при этом почти не изменился. Беги, Симба, и никогда не возвращайся! Эмоции ни капли не теряются, поэтому советую. Ты сам смотрел раньше, и с ребенком вместе решили посмотреть этот фильм, пересмотреть. Что тебе больше всех понравилось? Шрам. Шрам? Да. Шрам, это же плохое, наоборот. Потому что он такой уж сильно смелый. Наверное, перепутал с королем Львовым. Да. Да? Тех, кто любит побегать, ждут сегодня возле часовни. С собой нужно взять паспорт, справку от врача и фонарик. Потому что здесь устраивают ночной забег. Дистанция 6 километров, не по асфальту, а прямо по горе. Участие бесплатное, нужно только зарегистрироваться. Ссылка сейчас на экране. Выдавать номера начнут в 22.30, а старт ровно в полночь. Ночь, летом, это такое вообще прохладное время, когда самое оптимальное, когда не жарко, ничего тебе не мешает. И в принципе наша основная целевая аудитория – это молодежь. И молодежь как бы проявляет себя ночью. А на Шумихе завтра пройдет чемпионат по парусному спорту. Чтобы посмотреть на яхты, лучше всего приезжать к 12. Их хорошо будет видно с берега возле лодочной станции и клуба «Адмирал». Дожди соревнованиям не помешают. Дорога не близкая, но того стоит. В Емельяновском районе после капитального ремонта открыли лыжную базу. Еще год назад она была в ужасном состоянии, полы прогнили, стены покрылись плесенью. Находиться в таком помещении было опасно. И вот сегодня здание с полувековой истории отмечает второе рождение. В честь этого события на территории организовали праздник. А скоро здесь начнет работать прокат и комната отдыха. Заниматься в спортивном центре смогут и жители Красноярска. Можно где переобуться, взять лыжи, поехать покататься, приехать попить чайку, отдохнуть, сесть и уехать с семьей. Школьники, мероприятия у нас нынче планируем. То есть нормы ГТО мы принимаем. Здание стало само больше, как бы само по себе. Будет больше места, где можно будет сидеть, отдыхать, греться после зимних соревнований, например. На каждые выходные буду проезжать кататься с большим удовольствием. Как бы буду ходить на тренировки по возможности. Субтитры делал DimaTorzok International. Официальный дистрибьютор техники Кавацу. Экскаваторы, бульдозеры, погрузчики и другая строительная и карьерная техника знаменитого японского бренда. В наличии в Красноярске. По специальной цене. Продажа запчастей, гарантийное и сервисное обслуживание по всей территории Красноярского края. Sumitec International. Оперативность, надежность и высокое качество. Калинина 89. Ну а теперь прогноз погоды. Итак, завтра, 20 июля в Красноярске переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 732 миллиметра оттутного столба. Ночью плюс 14, днем плюс 19. На этом у меня все. Если у вас есть свои новости, звоните к нам в редакцию по телефону 2-900-333. Пишите свои новости на Viber и WhatsApp 7 канала номер 8-391-2-900-333. Ну и самые интересные и актуальные новости читайте на сайте trk7.ru и в социальных сетях 7 канала. С вами был Горгий Аргян. Увидимся в понедельник. Сначала в 12.30, потом в 19.00. Удачи!